Здравствуйте, уважаемые любители аудиоаппаратуры! Хочу представить вам две модели полочных акустических систем. Первая модель – это представительница канадской компании Energy, модель Energy Veritas V5.1. Компания Veritas – канадская компания на рынке с 1986 года. Компания специализируется на выпуске высококачественных акустических систем. Модель не менее известной американской компании RBH, также специализирующая на выпуске высококачественных акустических систем, компания RBH на рынке с 1976 года. Не мудрствуя лукаво, в некоторых аудиоизданиях попадалось не такое, что вот эти последние пять цифр в названии Veritas V5.1 эти издания трактуют так, что якобы компания указывает на то, что эти акустические системы применять в домашнем кинотеатре, в конфигурации именно V5.1. Немножко все-таки вызывает сомнение вот такая трактовка этих цифр. Тогда как прикажете трактовать цифры уставшей представительницы у полочника Veritas V6.2? То есть нисколько не сомневаюсь, что эти акустические системы самым наилучшим образом себя проявили в домашнем кинотеатре в конфигурации V5.1, тем не менее прослушивание показало, что они замечательно себя проявили и в составе стереопары. Итак, я эти акустические системы буду рассказывать про них одновременно. Так, быстрее и проще делать какие-то там сравнения. Если смотреть спереди, они похожи по размеру, то есть как бы одинаковая высота. Снимем защитные сеточки. На Airbrush сетка тканая, крепится посредством стрельков. Защитная сетка Energy на магнитиках. Снимать ее, конечно, гораздо приятнее и удобнее. На передней панели видим акустика двухполосная, и та, и другая. Высокочастотник компании RBH. Шелковый. Купол диаметром 2,5 см. Дополнительно еще для защиты прикрыт сеточкой. Металлической сеточкой. Средний низкочастотный динамик. Выполнен диффузор из полипропилена. Диаметр его вместе с подвесом 133 мм. Значит, как я сказал, диффузор полипропилен покрыт чем-то металлизированным. Высокочастотник компании Energy. Выполнен из алюминия. Купольный высокочастотник. Ширина его также 2,5 см. Впереди имеет волновод, который также выполняет и защитную функцию. Средний низкочастотный динамик. Ширина его 135 мм вместе с подвесом. Сам диффузор выполнен из кевлара. Кевлар такой крупной чейстой, такой металлического оттенка. Вот этот вопрос, что лучше кевлар или полипропилен, я даже не буду ставить этот вопрос. Тем более, что многие скажут, а бумага лучше. Для себя же я давным-давно определился. Главное, не из чего сделано, а как сделано. Тем не менее, в конструкции средний низкочастотных динамиков много общего. Вот в центре мы видим такую вот пулю. Такую насадку в виде пули. Насадки металлические. Причем, вот надо сказать, что эта насадка, она служит для улучшения фазочастотных характеристик этих акустических систем. Насадка эта закреплена неподвижно на керне магнитной системы. То есть, она не принимает участие, когда движется диффузор или звуковая катушка, соответственно. Подвес. Подвес у акустики РБХ резиновый, но он немножко плотнее. Плотнее чуть-чуть пожестче, чем подвес у акустики компании Energy. Подвес у акустики компании Energy изготовлен по специальной технологии этой компании. Он дополнительно еще имеет такие вот ребра жесткости, такие вот имеют дополнительно. Диффузоры эти позволяют смещаться динамиком на достаточную глубину, достаточно большую глубину, сохраняя при этом линейный и порстневой характер смещения, что очень важно для качественно неискаженного звучания. Значит, сам вот этот вот высокочастотный динамик и средне-низкочастотный динамик у компании Energy, он в обрамлении, в таком металлическом находится. Металлическое обрамление, что как бы минимизирует отрицательное влияние одного динамика на другой. То есть, как бы подавляет вибрации. Мало того, дополнительно еще каждый из этих динамиков находится в отдельном боксе, что еще более исключает взаимовлияние одного динамика на другой. Характеристики акустических систем. У компании RBH диапазон воспроизводимых частот от 60 до 20 тысяч герц со спадом минус 3 дБ. У Energy пошире 50 герц, 25 тысяч герц со спадом также минус 3 дБ. Чувствительность RBH 85 дБ, у Energy 90 дБ. Вот тут я немножко говорю, что при прослушивании в условиях нашего магазина, хотя в условиях магазина иногда бывает какая-то нивелировка, что ли, отличий. Но тем не менее, когда регулятор громкости нашего усилителя NAT-375 находился в одном и том же положении, вот какой-то разницы в звучании, из-за разницы чувствительности этих акустических систем, вот такой вот резкой разницы в звучании, я не почувствовал. Хотя вот дома может это проявиться в большей степени. Потому что все-таки вот эта вот разница в дБ, 5 дБ в плане чувствительности, это, конечно, много. Сопротивление 8 Ом. Значит, поведение импеданса, производители оговаривают, у Energy довольно такое ровное поведение импеданса. Только вот там, забыл уже на какой-то частоте, падение сопротивления до 3,7 Ом. Но, впрочем, если усилитель уверенно работает на 4-х Омную нагрузку, это не будет для него проблемой. Вес акустических систем Energy 5,5 кг. RBH полегче 3,4 кг. Корпуса Energy, значит, стенки параллельные. Корпус RBH имеет непараллельные стенки, скругленные. Объем корпуса поменьше. Значит, что дает, плюс, значит, непараллельных стенок, подавляет стоячие волны. К тому же, вот передняя панель у RBH имеет фаски для, чтобы минимизировать дифракции. Потребительные отражения по краям. На задней панели. Так, чувствительная. Я еще не сказал, значит, подводимая мощность. Подводимая мощность, RBH, рекомендуемая мощность усилителя, минимальная 50 Вт, учитывая ее достаточно низкую чувствительность, до 100 Вт. Пиковая подводимая мощность Energy, 175 Вт. Вот с учетом того, что сюда можно подводить довольно большую пиковую мощность, 175 Вт, значит, динамик высокочастотный, на тыльной стороне имеет дополнительный еще радиатор для отвода излишков тепла. Корпуса покрыты черным рояльным лаком. Бытует мнение, что рояльный лак не только для красоты, но как бы и для того, что он как панцирем дополнительно еще охватывает, сковывает корпуса, делая их еще более жесткими и более инертными, что также более отворно влияет на звучание. Ну, как бы это логично, не буду это оспаривать. На задней панели РБАЖ. Видим две пары, вернее, одну пару очень качественных акустических клен. Принимают все типы разъемов. Небольшое отверстие фазинвертора, выведенное на заднюю стенку, и специальное гнездо для крепления специализированного штекера, для кронштейна. Если потребуется, повесьте эту акустику на стену. Пусть вас не пугает, если мы вешаем эту акустику на стену, то что фазинвертор выведен на заднюю стенку. Для этого существует простой способ, просто нужно заткнуть его либо поролоновой пробкой, либо пенопластовой пробкой. В каких-то случаях еще поддержка стены, еще наоборот, даже благотворное влияние для баса окажет. На задней стенке акустики Energy мы видим две пары очень качественных акустических клен. Клемы белые, никелированные. Сделаны очень качественно. Перемышки толстые, также никелированные. То есть акустика допускает биваринг, биампинг. Также видим отверстие порта фазинвертора по шире диаметром. Кстати говоря, вот прилагаются пробки поролоновые. Также видим место для крепления специализированного кронштейна. Ну а теперь давайте прослушаем музыку на этих акустических системах. Ну а теперь давайте прослушаем музыку на этих акустических системах. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Как говорится, без комментариев Спасибо за внимание До свидания